Ребят, всем хорошего времени суток, добрый вечер. Сделаю свой первый, очень поздний, я понимаю, обзор, но у меня он первый, потому что была занята. На видео Самвела Адамяна в кои-то веки, бывает это очень редко, на своих экранах мы увидели всем полюбившихся героев. К Лешу, коллегу по театру, у которого день рождения, он пригласил к себе домой и Самвела, и Игоря, и того же Игоря Борисовича. Да, приятно лицезреть, почитала я комментарии у Самвела под этим видео. Ну, сплошные оды просто, зрители очень рады видеть таких приятных людей, собеседников, коллег. И вот, ребят, у Алексея дома мы с вами бываем очень редко. Кто не знает, может, новички на канале, пару слов скажу. Леша снимает даже не квартиру, а комнату у хозяйки, потому что зарплата в театре небольшая, таких доходов, как у Самвела, у него нет, а своей жилплощадью Алексей еще не обзавелся. Он не женат, живет один, и вот здесь, в этой комнате, собралась такая приятная ГОП-компания «Друзья». Днюха, с чем мы Алексея и поздравляем от всей души, желаем ему удачи, здоровья, пусть все планы его сбываются, да пусть будет человек счастлив. На сегодняшний день, как всем людям, мы, все добрые зрители, желаем мирного неба над головой, потому что ситуация в Украине, сами знаем, война. Ребят, ну давайте про день рождения. Все-таки это какое-то радостное событие в жизни у человека, и он позвал его разделить, скрасить вместе со своими друзьями. Севка начинает с прибауточек. Почему Игорь Борисович не звонил так долго, такой редиска, а не друг, забыл Самвелку совсем, а вдруг с Севкой что-то случилось? Хочется сказать в ответ, Самвел, тебя-то видят все на экранах, в твоих роликах, и переживать про тебя совсем нет смысла. А вот ты, конечно же, мог бы Игорю и позвонить, которого не видел очень давно, работы в театре сейчас нет, они не встречаются. И приглашает Игоря к себе. Если вдруг что-то случится с квартирой, если вдруг разбомбят, не дай бог, я всего лишь цитирую Самвела Адамяна, что ты будешь делать? Задает вопрос Самвел Игорю, что я буду делать? Как все люди, говорит Игорь, палатка он есть, на улицу, сейчас благо дело, лето впереди. Севке почему-то очень смешно. Вот здесь как-то я не разделяю его радости, не понимаю, почему он ржет постоянно. Что смешного? Ну, горе вокруг у всех. Вот что смешного? Я понимаю, хочется где-то пошутить, разрядить обстановку, день рождения, это должен быть, да, веселый праздник, но как-то не к месту, потому что вопросы были такие тематические, и вдруг нужно было обязательно ржать, да, вот если человек останется без жилья, это совсем уж не смешно, Самвел. Почему, задает Самвел вопрос Игорю, вы с Светой не уехали? Или вы, может быть, собираетесь за границу? Никуда Игорь не собирается, говорит, мне некуда ехать. Игорь, ответ, как для меня, очевиден, он лежит на поверхности, элементарно у людей нет средств. Может быть, и уехали бы, но средств нет, денег нет, в театре платят копейки, поэтому куда им ехать? А еще у Игоря, он озвучил, очень много собак и кошечки, и куда их девать? Пристраивать сейчас никто не возьмет, сами ребята понимаете, как все люди живут, выживают, еле-еле, да, а тут еще чужих животных, то бишь, Игорь остается в Украине, будет здесь, в своем доме, в своей квартире. Показал стол, который накрыл Леша, мы с вами это, конечно же, озвучим, но как холостяк, ребят, оливьешка, не знаю, салатик, то ли он куплен, то ли Леша сам приготовил, пиццу купили, бутики с этим шпротиком увидела я, ну и Севка сказал, что выпили вкусненького венца, было сладенькое, и Самвел алкоголик никакой. Думаю, такой же, как из меня, я наблюдаю за этими людьми, ну, не пьют они. За редким исключением, по какому-то там поводу, может быть, бокал вина. Время провели очень хорошо, и нужно еще сказать, по поводу тех 500 долларов каждому другу, Игорю 500 долларов и 500 долларов Леше, как бы передала женщина, какая-то зрительница из Америки, помним все, Самвел делился этой новостью с мамой, зрительница выслала очень крупную сумму денег, сказал Самвел давным-давно, еще 60 дней назад, я просто не смотрел, не видел, не знал, и вот эти деньги я получил, из них нужно отдать, как распорядилась сама хозяйка-отправительница, по 500 долларов. И сейчас на камеру он эти деньги раздал, Игорь, конечно же, очень скромничал, ему было неловко, как обычно, мы это всегда наблюдаем, Игорь, здесь можно смело брать деньги, потому что распорядился человек, выслал вам, да, я сейчас продолжу свою мысль, поделюсь своими такими догадками, девчонки, а вы мне, конечно же, свои ответы и мысли озвучите в комментариях. Берите свободно, дают, бери, бьют, беги, пословица золотая. Девочки, но, есть вот это вот но, кажется, мне не было никакой зрительницы, вот мне так кажется, никто ему ничего не высылал. Сначала он такими рассказами троллил мамку, хотел какую-то тему развить по поводу того, что вот такие суммы денег по 500 долларов раздать друзьям, чтобы сказала мама, заснять контент, знаем все, что она жадина, говядина, да, Стивка на это рассчитывал. И вот сейчас, уж назвался груздием, полезай в короб. Так и случилось. Уж если ты озвучил, что нужно раздать по 500 долларов, ну вот и раздал. Ребят, еще раз скажу. Мне кажется, что никто ему ничего не высылал. Самуэл прекрасно знает, как живут и Игорь со Светланой, у него есть и сын, и внучка. Есть кого кормить, есть кому давать, доходов никаких. И прекрасно Севка знает, как живет Леша. Очень скромно. Мы все это тоже понимаем. И мне кажется, что он решил немножечко им, да, каких-то денег в такое тяжелое военное время подкинуть. Вот не знаю, насколько я права, но ощущения у меня такие есть. Но это деньги сугубо сам Вэлла. И даже если это так, молодец, что сказать. Доходы у Севки хорошие, нормальные, просмотры есть. Слава тебе, Господи, не обижен, не обделен материально. Ну и почему бы лучшим друзьям не помочь. Лично мне такой жест всегда нравился. Черта характера такая в Самуэле. Она присутствует. Не жадный. Если нужна помощь людям, он, конечно же, помогает. И помогает по полной. Показал следующие кадры, когда после днюхи уже ушли с Игорем. Очень остались довольны. Провели время весело, комфортно. Им было уютно в своей компании. Ну и вот здесь вот, дома у мамки. С друзьями разговаривать у него есть настроение. Я имею в виду сейчас нашего главного героя Самвела Адавяна. Ну а с мамой, конечно же, нету. Рассказал, что был на дне рождения у Леши. Ну что, я сейчас опять, получается. Так уж да. Ну так и выходит, становлюсь на защиту Татьяны Васильевны. Ну ты ей выдал информацию, Самвел. Ну а она и спрашивает. Просто продолжает разговор. Какой Леша? А что там, день рождения? А где он живет? А поменял ли жилье или нет? Что в этом такого? Ничего особенного она не спросила. И вдруг взрыв такой эмоций. Сплетница такая-сякая. В ответ сыночка ей выдает. Вот воно тебе надо. Вот воно тебе надо, мама. Что ты расспрашиваешь? Зачем ты задаешь вопросы? А где он живет? А поменял жилье? Мать справедливо делает замечание. Заметно нервничает, психует. И делает замечание. Вот с друзьями, когда ты отдыхаешь, она ему говорит, вы ругаетесь там, кричите и спорите, и веселитесь, и смеетесь, руками машете, и все у тебя хорошо, все нормально. Как только мать что-то там спросила, все, ой, голова болыть, я у жены может тебя слухать, все, я пошел, я не хочу, я не буду. Ну, обидно. Я ее прекрасно понимаю, повторяюсь еще раз. Конечно же, ей, как маме, обидно. Удели ей тоже какое-то время, хотя бы минут 20-30, ну, расскажи ей что-то, ну, побеседуй с ней. Сидит в заперти в этой клетке, с кем разговаривать? Слава Богу, что есть вот эта приятельница Зина, которая приходит, и они общаются. Если бы не Зина, вот кому она нужна эта мамашка? Ну, вот кому? Ну, забежал на три минутки и убежал, Колю жду, с Колей, Коля там, Коля сям, а Коля, а Моля, а Тролля. В твоей жизни, Самуэл, мама еще существует. Поэтому, конечно же, живой человек, и живому человеку тоже надо уделять какое-то внимание, не имеется в виду деньги, материальная обеспеченность. Нет, конечно же, духовно, да, как-то общаться. Я сейчас, ребят, девочки мои, дорогие зрительницы, на стороне матери. Напишите свое мнение в комментариях, а мы с вами вскоре же проведем еще один обзор.